приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева сегодня очередное интересное видео с турнира три сезона по фидерной и поплавочной ловли сегодня прекрасная погода весенняя без ветра и надеюсь спортсмены покажут супер класс давайте же будем смотреть день добрый сегодня у нас второй тур кубка трех сезонов ничего не изменилось все то же самое по регламенту вход зоны 8 часов утра старт в 10 окончания в 3 только спортсмены поменялись местами жеребьевки кто-то ушел край кто-то сместились в общем а так у нас изменений пока никаких как вы думаете из-за погоды может измениться количество улова да и бы погода сегодня у нас радует солнышко ветра нету слава богу количество уловом может возрасти даже погода изменилась более стабильно будет вести поплавки себя в воде не будет их сносить более легкие кормушки могут применять спортсмены потому что нет такого течения ветра не надо пробивать так что возможность того чтобы будет больше уловы вероятно большая серёжа доброе утро доброе скажи пожалуйста сегодня тактика будет меняться во второй день будешь ловить карася или плотву планирую ловить плотву плотву все-таки да увидел как поплавочники вы были с первые места решил тоже взять поплавком или как я вчера ловил поплавком но продолжаем то есть на фидер переходить практически не будешь основная тактика это поплавок и тара и тарань правильно да дмитрий я так понял вы будете на рп карасю да красавчик расскажи пожалуйста основная тактика это дальний заброс наверно до метров 35 то есть дальний заброс и красиво прикорма тяжелый издевается на данный виде друзья дмитрий и серёга нами издеваются ладно 1 красавчик масле я не ленка как синий диктор 9 какая тебя будет сидя тактика такая же как вчера то есть мешает то же самое и делаю все тоже а там посмотрим то есть основной поплавок да да конечно ну он явно сейчас имеет преимущество перед фидером тут спорить нечем на фидер можно приблизиться как небесами степи а если ловить карася можно приблизиться не знаю есть ли он его никто целенаправленно вчера так вот прям целый день не ловил попробовать как-то не хочется тренировки у меня не было поэтому буду делать все то же что если в пятницу была тренировка может были бы какие-то варианты ну просто так рисковать хочу рисковать не нужно чем нормально вчера результат да я буду делать все тоже все же ты будешь меня сегодня что-то в тактике до вчера по рекомендациям толика которые во вчерашнем этом этапе он занял первое место он подсказал что надо отяжелить прикормку чтоб она стояла на месте чтоб не сносило течение добавить грунт я добавил грунт добавил миласы ну посмотрим чуть-чуть клея добавим а там уже посмотрим то есть и будешь ловить на поплавок да да буду больше упор делать на поплавок фидера так на подстраховку то есть сегодня ведь не ветреная погода в принципе как раз будет идеально можно было рыбу доставать спокойно на поплавок казатин доброе утро добра посмотрите пожалуйста тактика сегодня будет какая-то меняться будет то же самое что и вчера то есть маховая ловля должна все-таки перебить фидер особенно с учетом погоды это сегодня будет намного комфортнее после вчерашнего ветра там порывами до 8 метров поэтому тактика будет такая же просто немножко будет фарт секторов и фарт секторов первую очередь будет заключаться от того сколько поплавочников сядет на дом помость то есть как они будут растягивать друг у друга рыбу конечно выгоднее попасть рядом с фидеристами который будет лови дальше пополочник ближе у тебя будет вся твоя рыба никто оттягивать поэтому будем надеяться буду где меняться доброе утро скажите сегодня будет меняться тактика вы будете также ловить на фидер и поплавок или только на поплавок только на фидер на поплавок нет то есть она фидер на карася я вас понял хорошо добро спасибо антон доброе утро скажите сегодня будет вас как-то меняться тактика ловли во втором туре или вроде все сработало поэтому сегодня все повторим а сама прикормку менять не будете ничего нет прикормку нет два состава оба состава инертные тяжелые будем на поплавок но да я вас понял поплавок хорошо и что плотва будет ближе чем вчера а карася не побудьте повыкловить по крайней мере под поплавок нет поэтому смысла нет карася он такой вес не сделаешь как я понял вас хорошо спасибо анатолий доброе утро добрый вы по итогам первого тура заняли первое место расскажите пожалуйста какая будет сегодня тактика ловли то же самое будет используете какие-то моменты нюансы будете изменять что вы как вы планируете но буду выполнить то же самое что и вчера но мне сегодня хуже ниже меня по течению сидит тоже сильный спортсмен очень сильно молодую которую силы хватит на больше чем у меня поэтому будет заруба серьезная он сидит ниже рыба подходе всегда идет же снизу вверх естественно он будет ее перехватывать вот это мы будем будем бороться тут уже будет идти скорость и все остальное тактики уже но если только смогу поставить более крупную рыбу и только за счет этого выйти ну путем селекции потому что по скорости я за ним этот сто процентов не угонюсь понятно но кроме поплавка вы будете на фидер переходить планируете ли переходить на фидер если сразу покажет что рыбы под помостом нету то естественно пойду дальше вот фидер по-любому будет light разложен он всегда как запасной вариант что мы не знаем что будет потом поэтому это должно быть но поплавок первую очередь будем упираться в поплавок по прикормке что будете менять нет все осталось тоже он то ли еще один вопрос скажите пожалуйста по вашему мнению вот топ-3 самых уловистых приманки весенний вариант для карпа какая самая самая интересная я беру если при это прикормку магазину да всем там любого производителя карп карась но просто добавляю отдельно туда пшено горох зависимость от предпочтения рыбы вот на сезон спрашиваешь у местных рыбаков что они ловят и вот это вот добавляешь просто отдельно добавляешь пшено или горох и этим самым получается привлекаешь либо карпа либо карпа карася до но червяк мы он любит очень этого червя местного поэтому спорте черного дамы спорте просто дубине дне когда а когда приезжаешь на рыбалку то это очень даже хорошо работы друзья пока спортсмены готовят свои снасти раскладываются я тоже присяду половить немножко рыбки на одно удилище с одним плечком знаете что запрет потому по-другому никак нельзя нужно быть законопослушным гражданином своей страны друзья я хочу поделиться с вами фидерной оснасткой которые мне показал молдавский спортсмен лавр дмитрий и хочу связать эту фидерную оснастку на своем удилище и сегодня попробовать половить карася друзья для начала нужно приготовить такую заготовочку это получается карабинчик с ветлюшком кусочек шнура и бисер бисер нужен самый маленький и таких нужно две на одной нужно связать вот такую заготовочку вяжется на узлом клинч или любым другим удобным для вас узлом с одной стороны и с другой стороны больше в принципе для фидерной оснастки ничего не нужно и также как делать эту оснастку фидерную молдавские спортсмены берут шнур и основной шнур продевает сквозь вот эту бусинку битерную с отводом после этого берут вторую бусинку чтобы сделать отвод для поводка и продевает ее два раза так раз и два есть все вот два раза 2 петелечки видите да теперь этот кончик два раза перекручивается вот через эти две петли 1 едва все это зажимается все бисер уже стоит на месте эта бусинка никуда не дверь не денется вот наша бусинка на конце этого шнура мы вяжем с вами петелечку узлом восьмерка для того чтобы к нему прикрепить поводок все лишнее друзья фидерный монтаж готов сюда мы крепим кормушку сюда поводу все вы на такую фидерную оснастку друзья молдавские спортсмены выигрывают все чемпионаты косы не я вижу вас три удилища разной длины раскрыть и для чего для разных ловли на разных дистанциях то есть вот это пример 6 метровое удилища с поплавком 8 грамм то есть я ловлю сейчас большая глубина то есть длина удилища нас 6 метров плюс утони то есть дистанция получается около 8 метров ловли даже 7 с учетом что мы еще все держим коми мы его не так вот не держим где-то 7 метров также у нас есть если вы развеетесь назад вооружение приготовлено еще два удилища 5 метров и с оплавком 5 грамм и 4 метровая с поплавком 3 грамма то есть этим удилища мы сможем дистанцию где-то около 7 метров этим удилищем дистанцию около 65 даже по сути получится потому что большая глубина поплавок очень высоко поднят к вершинке удилища этим удилищем буду ловить практически в отрез вы можете навести камеру насколько поплавок близко находится к вершинке удилища то есть все остальное это у нас глубина ловли вот вот так если взять да я понял поэтому это практически в чем преимущество логически на 6 метровую удилища мы сможем ловить более крупную тарань во всяком случае вчера но на более короткие удилища мы сможем ловить быстрее то есть мы сможем ловить больше рыбы рыб там в час например то есть вчера когда была плохая погода вот последствия вчерашней ловли на 6-метровое удилище набивается рука ветер выдувает тяжело справляться если рыба будет стоять в ногах то конечно лучше ловить более коротким удилищами будет быстрее соответственно больше хвостов сможем слой но надо смотреть на средний вес то есть бывает такое что дальше рыба крупнее но тоже нивелируется что ближе она мельче но намного чаще клюет поэтому тут надо делать выводы просто считать почитывать и решать что делать друзья константина еще один маленький секрет и как он мерить глубину своего удилища да вообще глубиномер это изначально для штекера наверно но мы его используем и для поплавка так как маховой лов удочкой мы ловим здесь проводку что принципе не совсем типично то и можно глубиномер этот использовать принцип работы какой нажимается вот эта кнопка вылазит такая не так называть влазит пластика с прорези мы в этот прорезь вставляем крючок и отпускаем кнопку то есть у нас поджимается и остается висеть потом мы выполняем заброс глубиномер соответственно перегружает поплавок и мы можем увидеть фактическую глубину вот наш поплавок видно в камере нужно плавок вот он да он находится вот то есть мы понимаем что сейчас крючок в принципе находится не он лежит это называется 0 у поплавочников 0 это касание непосредственно крючка до плюс это все что лежит на дне то есть когда пополченков я ухожу ловить в плюсе это значит кладет оснастку на дно минус это поднятая на дно то есть мы ловим здесь принципе в минус потому что много отмерзшей травы на дне и забивается крючок то есть ловим минусе но из-за минуса у нас получается более быстрая проводка но когда рыба активная принципе с этим проблем не тихнет поэтому очень полезная штука в данных условиях хоть и не для них создан друзья молдавские спортсмены даже не вытаскивали свои поплавочные удилища чисто ориентированы на фидерную ловлю значит они знают какой-то секрет скорее всего они будут ловить карася но мы посмотрим на это когда будут подсчитывать килограммы да дмитрий отлично можно посадить вашу прикормку цене сугра мопарыша друзья ого вот это да богатство так в форме у нашего чемпиона уютом загашнике да все то же самое по минимуму всего намного меньше чем вчера полная банка кукурузы это если вдруг проголодаешься тоже можно давать буду кушать я понял шапарыш как-то не очень вкусный чистый белок елки-палки увидите друзья молдавский спортсмен забрасывает на дальнюю дистанцию там где карась и они его вытащат по-любому пока наши местные будут морочиться с мелкой рыбой там будет по полной программе караси по 300 400 грамм на дальнике вот так метров 30 40 35 это так на сколько метров примерно 40 до 40 метров все друзья дан старт и рыбаки начали ловить рыбу друзья на помост мы заходить не будем вот засечем сейчас две минуты времени и посмотрим кто эффективнее ловит федеристы или поплавочники вот этому помосте получается два крайних это поплавочники и посередине два федериста посмотрите с какой скоростью они ловят рыбу поплавочники уже по одной поймали вот федерист вытаскивает вот поплавочник вторую достает правда помельче чем федерист так вот федерист тоже достает поплавочник достает вторую простая поклевка поплавочник достает третью поплавочник достает третью четвертую доставку то есть можно сделать вывод что федеристы немножко по темпу отстают от плавочников это в любом случае но у них есть возможность поймать карася и более крупную тарань как мне кажется вот друзья на этом помосте получается тоже два федериста по краям и два плавочника Анатолий и Антон давайте посмотрим на их темп как они вытаскивают рыбу вот у Анатолия мелочь какая-то только что клюнула Антон забрасывает смотрим федеристы тоже ловят буквально в 10 метрах не больше если поплавочники ловят где-то в пяти метрах вот в Антонах хорошенькая тарань с крючка слетела успел забрать так вот на федер поймалась рыба на крайне вот еще одна уклейка и еще уклейка баклавочников то есть темп у них тоже нормальный но клюет больше мелочи у федеристов темп чуть меньше но клюет больше тарань вообще на пустую кормозку только что увидел забросил по смену так тарань есть и там тарань есть то есть поплавочники буквально нос к носу вот тут на федер тоже хорошенькая тарань есть друзья где-то примерно 3 тарань где-то в минуту примерно так поплавочники однозначно быстрее ловят друзья у нас очередной карась на червячок льет карасик так ну что друзья через 10 минут заканчивать наши спортсмены соревнования мы пока тоже половили у нас уже было где-то часа 4 чтобы половить вот с александром александр ну и вот наш улов друзья караси хорошие даже подлещут такие мощные красавцы тарань мы отпускали карасей забирали в принципе норму голову взяли даже меньше красивый да по моему то что надо на что ловили да хотите спросить меня ну скажу значит прикормка fish dream состав в описании к этому видео посмотрите первый сезон весна через 5 минут заканчивается останется только нам взвесить рыбу и определить победителя что-то который после сигнала уже не в счет да если рыба берется после сигнала вы поймали и кинули в садок то при взвешивании самая крупная рыба которая там выбрасывается в воду на не засчитывать так было даже на чемпионате мира немец кин карпа небольшого и у него достали там трешку вот так вот друзья то есть после сигнала рыба уже брать нельзя сергей мандрик 9 600 7 920 7 920 3 800 это моисей 3 800 так барабанная дробь внимание друзья не пьеда ой но надо 15 дайте посмотреть на эту цифру 16 610 16 610 друзья за 5 часов или вода костян красавчик елки-палки фотографируйте его с этим добром три шестерки 6 660 девять семьсот семьдесят девять и солнце семьсот 10 440 10 550 это еще не столько выловил с этого сектора с друзья даже кормушка потаплись вот это да я ее заберу сейчас она забирает вот это все перед тут фидерспортовская закормочная есть не вот это классная на горох то что надо 5940 5940 дмитрий наш друг из молдовы посмотрим число на фидер заднем до 8 500 в фидере пока самый большой 8 500 ровно 8 500 13 110 5 карасей 9 970 мелочи много 11 400 11 110 11 410 11 410 11 410 карась был? нет только тарань да? 10 470 10 470 11 420 12700 я хочу перечитать о какой лещ хороший подлечить дима что карась есть? карась есть мало его мало да? дима ждал карася блин и карпа блин вот что он делал он домой хотел покушать здесь и картины? 320 4,320 4,070 4 килограмма 70 грамм диматорёв 10 400 10 400 Анатолий по итогам первого этапа занял первое место посмотрим что у него сейчас так внимание барабанная дробь 12 890 но рекорд побил Антон ловил чисто на поплавок да? вообще не переходил на фидер? нет покажи Мазали покажи Мазали покажи есть? от крючка от крючка 534 штуки за 300 минут так интрига ну 16 16 аааа вытекает вытекает 16.0.10 отлично красавчик вот это да а Костя у меня минимум 16.6 10 какая была прикормка? карась так фишдрим и спортбольк спортбольк тоже фишдрим да? 8.0.70 8 килограмм 70 грамм Женя Женя осталось работу только судить все почитать дмитрий сейчас домой? да собираемся точить и домой да? да ну молдове привет передавайте спасибо большое вам за фидерную оснастку которую вы научили спасибо вам всего хорошего У нас появился новый спонсор. Это мотыль с насадочкой, который нам предоставил сертификацию подарочную. Мне пришлось считать четверых, потому что у нас четыре пятерки. У четырех человек пять баллов. Итак, пять баллов Грищенко Константин, пять баллов Мельный Кантон, пять баллов Щерба Вячеслав, пять баллов Стасюк Анатолий. Пришлось считать по весам. Итак, четвертое обидное деревянное место Щерба Вячеслав, с весом 25,480. Третье, призовое место. Стасюк Анатолий. Обыжел Щерба Вячеслава на 10 грамм. 25,490. Так, второе место. С весом 27 килограмм 260 грамм. Грищенко Константин. И первое место. С весом 27 килограмм 320 грамм. Всего лишь на 60 грамм он вышел Грищенко. 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 Грищенко Константин. Молодцы, молодцы. Держи. Тебе сертификат. Красавец, красавец. Молодец. Я же ему корм мешал Жужой. Ну что ж, все, закрываем наш первый этап, первый тур, трех сезонов весна, жду вас всех летом, надеюсь все останутся в строю, будут продолжать дальше борьбу за главный приз. Все ребята, всем спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон, прокомментируй, пожалуйста, как тебе удалось занять первое место среди таких акул спортивной рыбалки. Ну, во-первых, сыграло то, что я все-таки не первый раз ловлю на пополовок, и сегодня это было решающе, как и вчера, в принципе. Фидер, ну, не конкурент был пополовку в этот раз. Плотвар стоял очень близко, сегодня получилось взять 534 рыбы за 300 минут, вчера это было 365. Вчера был очень сильный ветер и было очень тяжело ловить. Кроме того, как-то немного получше с техникой сегодня было, то есть получалось. В принципе, не скажу, что корм играл большую роль, у меня, по крайней мере, потому что вот ребята говорят, что у них это было решающе. То есть докармливали. Я, во-первых, сидел ниже по течению, чем Вова, Толик Стасюк. Он занял третье место, и он все-таки кормил немного корм. Обильный кормил, да? Да. Рыба была сегодня мельче, чем вчера. Вчера было 30 чем-то грамм средний вес, сегодня было 28 чем-то. Сегодня я занял второе место. По итогу получилось по баллам и по весу, 4 человека было с одинаковым количеством баллов, и по весу обошел второе место на 60 грамм. То есть это было 27, ну там сколько, 290, а у меня, по-моему, 27 350, то есть такое бывает. А четвертое, третье место отделяло всего 10 грамм. То есть на весах 25 килограмм, это одна платва решает исход битвы. Да, это интересные соревнования. У нас в прошлом году, по-моему, была ситуация, когда за три сезона в сумме количество мест было у двух ребят, первое и второе место одинаковое, а отделяло всего 100 грамм. Это за 6 дней, грубо говоря, рыбалки. То есть интересно. То, о чем, то есть решает очень многое техника, решает очень многое тренировки на самом деле. То есть надо приезжать, ловить. Ребята, не сидите дома, выезжайте на рыбалку. Река благоволит хорошим ловом. Получайте хорошее настроение. Да, получайте хорошее настроение. И вам всего хорошего, спасибо вам большое. Вы доволен результатом или нет? Расскажите. Да, результатом доволен. Это вполне нормально. Невозможно постоянно занимать первые места в рыбалках. Это рыбалка. Есть всегда фарт. Есть какие-то моменты, какие-то принятые решения, правильно или неправильно. То есть по сумме баллов у нас разделило 60 грамм. Да, 60 грамм, если не ошибаюсь. На весе там сколько? 27 с чем-то килограмм, если не ошибаюсь. Но это абсолютно рядовая ситуация. У меня цель, в принципе, стоит немножко другая. Это главный кубок, который дается по итогу трех сезонов, который, собственно, два года выиграю. И хочу сделать это третий раз. Поэтому второе место. Я им доволен. Тактика сработала. Поплавок. Маховое удилище. Единственное, что пришлось сегодня, конечно, поиграться. Я планировал ловить пятиметровым, но ушел на шестиметровым, чтобы было очень большое количество уклики, которые невозможно было сечь. Пришлось перейти на более тяжелое удилище. А так, в целом, все сработало. Все в порядке. Реабилитировался после вчерашнего провала. Ну, немножко не дотянул. Но это абсолютно нормально. Я результатно доволен. За товарища рад. В следующий раз будет сам себе мешать перекормку. Друзья, ну мы заканчиваем наше видео с турнира трех сезонов. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клева. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok